Более 270 тысяч гектаров земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий будут переданы Министерству сельского хозяйства на праве бессрочного пользования. Об этом говорится в постановлении номера 309, принятом от 17 декабря прошлого года. Однако такое решение Кабинета министров вызвало массу споров и недовольств среди населения. Антинародным назвали фермеры постановления. По их словам, это лишает их доступа к аренде сельхозугодий, на что в Минсельхозе поспешили ответить. Глава ведомства Аскарбек Джанабеков заявил, что никто против интереса населения не идёт. Делается это для развития сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств, а также для устранения коррупционных схем. 309 постановление даёт возможность выращивать качественные семена и качественные сельскохозяйственные животные. Вот смотрите, если вдруг, например, и в этом году мы не приняли это постановление, то и на следующий год вы ждите такой же урожай. Потому что фермер не сможет купить, поехать в Россию себе 500 килограммов пшеницы, семян пшеницы. Ранее все земли сельхозназначения находились в ведении местных органов власти, то есть Аилок Мэтун. Они и принимали решение об аренде земель. Сейчас это право достается Акимяту под контролем Минсельхоза. По словам министра, создаётся единая районная комиссия, которая будет принимать заявки как от крупных, так и от мелких хозяйств. Это позволит исключить коррупционные риски, и все на равных условиях смогут участвовать в конкурсе. Мы стараемся, чтобы каждый храгастанец получил эту выгоду. Теперь районная комиссия из кого состоит? Районная комиссия состоит из председателя, это заместитель главы районной администрации, это директор районного управления аграрного развития, директор кадастра, директор районного управления водного хозяйства. Это глава Аилок Мэту, земли которого рассматривает комиссия. Однако, как седут фермеры, в новом постановлении больше выгод и шансов достается крупным кооперативам. По словам фермера Маназа Самадова, принимает документ, кабинет министров не учёл интересы простых крестьян, которые годами обрабатывали и арендованные земли, и выращивали культуры. Естественно, теперь они могут остаться без источника дохода, говорит фермер. Он считает, что прежде чем принять постановление, правильным было бы его вынести на общественное обсуждение. То постановление, которое предлагается со стороны Министерства сельского хозяйства, оно как бы носит элементы командно-административного метода. Мы знаем из нашей жизни, что любая комиссия, государственная комиссия или депутатская комиссия, любая комиссия, она всегда необъективна. Там, где создаётся надзор или комиссия, оно всегда даёт отрицательные результаты. Лучше бы идти по другому пути, по пути либерализации деятельности фермеров как таковых вообще. Государство должно одинаково относиться и к фермерам, простому фермеру, и другим видам, допустим, кооперативам, или крупным агрохолдингам и так далее. Участвовать в конкурсе, как рассказал глава Минсельхоза, могут те кооперативы, которые непрерывно работали последние три года. У других возможности нет. Согласно положению, также право получить землю вне конкурса будут иметь уязвимые слои населения, проживающие конкретно в этих Аилу-Кмэтун. Министр считает, что против сегодня выступают только те, кто использует эти земли с нарушением правил и минимальной арендной платой. И это направлено только для того, чтобы каждый кыргызстанец, который живет в селе, он мог получить выгоду от каждого гитара государственных земель. А кучка людей, которые сегодня минимальной арендной платой используют эти земли, они сегодня встали перед проблемой для них. Они могут остаться без доступа к этим землям. Согласно постановлению, ведомству передается 75% рентабельных земель. Тем временем фермеры просят власти взять ситуацию во внимание. Как сообщил министр, до субботы принимаются все предложения по внесению изменений в законопроект.